В этот пенсионный фонд я неоднократно обращалась по поводу оформления документов на ребенка, по поводу потери кормильца. И никакого результата я не получила. Постоянно мне приходит отказ. Лариса ходит в пенсионный фонд центрального района как на работу. Схема стандартная. Звонок, запись на прием и все сначала. Борьба за пособие, которое полагается по закону, длится 8 месяцев. Впервые женщина подала заявление в августе 2021 года. Документов уже накопилась целая папка. Свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке, доверенность, которую мне дал ребенок. Это документ, адресная справка на мужа, что он умер. Несколько лет назад Лариса вместе с мужем и дочерью улетела в Грузию. Надо было ухаживать за престарелыми родителями. В 2020-м умер супруг. Вернуться на родину женщина с ребенком не смогла. Началась пандемия и перелеты были закрыты. Когда ковидные ограничения сняли, Лариса с дочерью приехала в Челябинск. По закону на ребенка должны выдавать пособие после смерти одного из родителей. В теории оформить такую пенсию несложно. Тем более, что по госуслугам у Ларисы все сдано. Но в Челябинском пенсионном фонде, видимо, другое мнение. Когда обращаешься к специалисту, они всегда говорят, звоните по телефону, вставайте на очередь. Сейчас мы вам ничего не можем сказать. То есть вот только такой ответ. Больше другого ответа у них нет. Плюс ко всему, женщина зимой сама вышла на пенсию. Заранее подала все документы в тот же пенсионный фонд центрального района. Как вы догадались, пособие по старости Лариса также до сих пор не может получить. Чтобы разобраться в этой ситуации, мы отправили официальный запрос в региональный ПФР. Ответ очевиден. Правда? Мы будем ждать. Комментария ведомства. Дмитрий Бачко, Павел Востротин, 31 канал.